Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Составилось очередное заседание парламента Западной Армении. Шесть военнослужащих ВСРА были захвачены и взяты в плен азербайджанскими войсками при выполнении инженерных работ. Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении. Политические консультации между министерствами иностранных дел. Реализуется программа обеспечения переселенцев в Арцаха жильем со всеми удобствами. Блумберг. Поддержка правящей партии Эрдогана достигла рекордно низкого уровня. Баш Расов лидирует на сирийских президентских выборах. Урарская крепость Багеш в Западной Армении восстанавливается. Сегодня день памяти Георга Чавуша. Состоялось очередное заседание парламента Национального собрания Западной Армении. Заседание провел спикер парламента Леонардо Басмаджан. Парламент единогласно принял обсуждающий на прошлой неделе вопрос Жавахка. Помимо этих вопросов, парламент обсудил ряд организационных вопросов, связанных с ожидаемыми в июне-в июле событиями. Напомним, сегодня состоится очередное заседание правительства Западной Армении. Рано утром 27 мая шесть военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения были обнаружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гигархунинской области Республики Армения на территории воинской части НВС РА. Как сообщили в Управлении информационных и общественных связей Министерства обороны Республики Армения, принимаются необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих. 26 мая состоялись политические консультации между Министерством иностранных дел Республики Армения и Китайской Народной Республики. С армянской стороны консультации проходили под председательством заместителя министра иностранных дел Авета Аодонса. С китайской стороны заместители министра иностранных дел Китая Ле Юй Чэна. Как сообщили Армен Пресс в Управлении информации и общественной связи МИД РА, в ходе консультации стороны обсудили широкий круг вопросов международной, региональной и двусторонней повестки дня. Заместитель министра иностранных дел РА подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Согласно источнику, заместитель МИД Китая Ле Юй Чэн отметил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении, подчеркнув, что полное выполнение положений трехсторонней декларации от 9 ноября является гарантией региональной безопасности и стабильности. Программа обеспечения жилья с мебелью и необходимой бытовой техникой переселенцев в различных общинах Арцаха реализуется Министерством труда и социальных дел Арцахской Республики. Об этом в Арцахпресс сообщили в Министерстве труда и социальной миграции Арцахской Республики. Аналогичные работы ведутся для 15 домов в общине Лусадзор. На очереди община Ашан-Мартунинского района, где в ближайшее время будут предоставлены мебель и предметы домашнего обихода для пяти домов. Согласно поданным заявкам, программа продолжает работать для жителей Арцаха, изъявивших желание жить в различных общинах Арцаха, чьи населенные пункты остались под контролем врага. По данным Bloomberg, поддержка Партии справедливости и развития президента Турции Раджепа Тайпа Эрдогана достигла рекордно низкого уровня в апреле. Шана Сельчук, глава социологического агентства Турки Раппоров в Стамбуле, сказал, что уход Эрдогана из Центрального банка в марте стал поворотным моментом для избирателей. Эрдоган уволил на Сиакбала после менее чем пяти месяцев пребывания в должности из-за политических разногласий, из-за которых турецкая лира упала более чем на 15%. С тех пор лира упала до рекордного низкого уровня. Согласно ежемесячному опросу населения, проведенного в Метрополе Серчук в апреле, до 27% населения Турции, включая оккупированную Западную Армению, не в состоянии удовлетворить свои основные потребности. Рейтинг поддержки партии Эрдогана сейчас составляет 27%, без учета дезориентированных избирателей, что является самым низким показателем для правящей партии с момента ее создания. Подведены итоги президентских выборов в Сирии. В выборах приняли участие 80% избирателей. Как сообщает телеканал «Россия-24», за высокой явке голосование было перенесено на 5 часов, а на избирательные участки были отправлены дополнительные урны. Выборы прошли без инцидентов и с участием международных наблюдателей, в том числе и России. Сейчас лидер голосования – нынешний лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Сирийцы избирают президента на 7 лет. Крепость Адильеваз в Багейше, Западная Армения, построена в урарский период, служила различным цивилизациям и сохранилась до наших дней. Теперь, благодаря работе музея Ахлад, она станет главной туристической достопримечательностью региона. По словам мэра Адильеваза, после завершения работ по реконструкции откроется уникальный красивый вид, благодаря крепости Адильеваз, построенной в одноименной провинции. Тем самым провинция станет самым соблазнительным центром региона. Замку 3000 лет. За эти годы ему был нанесен некоторый ущерб. Сейчас он восстанавливается, чтобы стать туристической достопримечательностью. Там будет построена площадка, похожая на сторожевую башню, откуда люди увидят неповторимую красоту озера Ван. Геворг Чауш, настоящая фамилия Казарян, родился в 1870 году в селе Мактэнг-Пасацанского валеата Сасуна Западной Армении. В 1886-88 годах учился в школе монастыря Святого Карапета в Муше, которая усилиями его учителя Ованеса Мурадяна стала центром распространения освободительных идей. Он был крещен в бою одним из первых видаинов в группе Арабо. Он принимал участие в боях самообороны Сасуна в 1891-1994 годах. Особенно в сражениях притал в Орике в 1893 году. После поражения восстания Сасуна в 1894 году он был арестован и заключен в тюрьму, в частности в Битлисе, а затем в Муше. В 1896 году Геворг сбежал из тюрьмы, укрылся в Сасуне, затем присоединился к группам Гургена и Грайера после убийства Алгюра Серопа в 1899 году. В 1900 году он организовал убийство предателя Аве, а затем Курда Халиббэя. В апреле 1901 года он руководил битвами при Бердаке, а в декабре битвами при Норшеник, которые занимают важное место в истории движения гайдуков. В ноябре 1901 года он принял участие в битве при Свято-Апольском монастыре в Муше. Весной 1904 года Геворг Шавуш возглавил отряды самообороны сел Ишханадзор, Талвори и Ксасуна. 11 апреля у села Шеник, 14-15 апреля у Маркера и 17-го у Гилье Гузана армяне вели ожесточенные бои. 19 апреля турки открыли огонь по армянским позициям. После нескольких дней сопротивления армяне были вынуждены покинуть Гилье Гузан и отступить на ближайшие высоты, продолжая сопротивление до 14 мая. Реакция на события в Сасуне достигла Европы. Чтобы избежать вмешательства европейских держав, турецким властям пришлось отказаться от намерения истребить армян Сасуна. После разгрома восстания Георг перебрался в Ванну. В августе 1904 года после митинга на острове Ахтамар вернулся в Тарон в качестве лидера партии Дашнак Тютюн. В 1907 годах с Рубеном Терминасяном его попытки наладить армяно-курдское сотрудничество оказались тщетными. Он погиб 27 мая в знаменитой битве при Сулухе. Далее для вас Нерсес Испириан в память о Георге Чавуша. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...